Управляющие компании или товарищество собственников жилья обязаны заранее информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний, то есть о прессовок. Эту информацию можно узнать также в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации своего района. Плановые сроки, они установлены в размере 14 дней. То есть так или иначе технологический цикл проведения прессовочных работ, вот он укладывается в эти самые 14 дней. При этом, если возникает, ну мало ли что может возникнуть, могут возникнуть различные аварийные ситуации при проведении прессовок, тогда сроки могут удлиняться. Вот в данном случае это не оговаривается никак, насколько они могут удлиняться. Если сроки прессовок увеличиваются жильцов, об этом тоже обязаны уведомить. Не менее чем за один день. Если в квартире не стоит счетчик горячей воды, надо обратиться за перерасчетом оплаты за услуги. А прессовка летом – дело неизбежное для всех, если только дом не оснащен индивидуальной системой подогрева воды. У нас так организована система снабжения горячей водой, что получается, что это единые сети. Их в любом случае нужно, ну ревизию проводить время от времени, ежегодно. Причем это, конечно, лучше делать в летний период. Гораздо хуже, если мы, значит, эти аварии все будем получать в зимний период. Там намного сложнее и ремонты проводить. Поэтому все это и отнесено на летний период. В Перми есть и общий график прессовок. Если вы хотите знать об этом не за один день, а заранее, надо обратиться в свою управляющую компанию или отделы ЖКХ районной администрации.